Календарь 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 Мы привыкли думать, и так нас научили еще в школе, что есть конкретный год, есть событие, которое произошло в этот год, есть ключевые участники этого события, и все эти сведения из учебника истории неизменны. Однако установление каждого исторического фантома, то есть события, которого в действительности не было, означает, что не было и этого времени. Такой вывод делают исследователи хронологии. Более того, заявляется, что многие известные личности были чуть ли не нашими современниками. Это реально действующие персонажи реальной истории, но при этом они жили в эпоху более близко к нам, чем мы считаем сегодня. Но каким образом, к примеру, Юрий Цезарь передвигается из одного времени в другой? На первый взгляд, это абсолютно фантастическое предположение. Ведь серьезному сомнению подвергается официальная история первого тысячелетия части второго, и речь идет о перемещении целых эпох. Якобы 2000 лет назад существовала античная Римская империя. Это фантом, потому что 2000 лет назад ее не существовало, но античная Римская империя существовала. В другом месте, в другое время. Она существовала. Принято считать, что гибель Помпеи произошла в 79-м году, в самом начале первого тысячелетия, и официально этот вопрос никогда не пересматривался. Однако ряд ученых и исследователей обнаружили данные, которые опровергают традиционную версию. Это гравюры, созданные в 1633 году. На них изображено извержение Везувия, произошедшее за два года до этого. На первой гравюре то, как местность выглядела до катастрофы. Здесь хорошо заметны Помпеи и соседний с ним город Геркулану. На второй гравюре, уже после извержения, показаны те же города, но уже засыпанные пеплом. И даже отмечено изменение береговой линии. А о том, что после извержения 1661 года она отодвинулась на 500 метров, говорится в нескольких источниках. Но дело в том, что ни Помпеи, ни Геркулану не могут быть размещены на гравюрах об извержении Везувия в 1661 году. Ведь, как считается, оба города погибли еще в 1779 году, за полторы тысячи лет до этого. Гравюры вполне могли оказаться фальсификацией, если бы не многочисленные вопросы, которые возникают, когда сопоставляются несколько фактов. И дело в информации, размноженной по нескольким историческим документам. Мы обнаружили следующий эффект, что разные хронисты, по-видимому, описывая одни и те же события, создали хроники, которые были потом неправильно кем-то датированы. И расползлись по времени в далекое прошлое. И сегодня мы с помощью наших методов обнаружим, что эти хроники говорят об одном и том же. То есть, гибель Помпеи была искусственно передвинута на более раннее время из-за разных и неверных датировок в летописях. Ошибиться на полторы тысячи лет? Как такое возможно? Самым главным аргументом в пользу того, что Помпеи не могли погибнуть ранее 17 века, является водовод Доминика Фонтана, который был построен в период с 1592 по 1599 год. Искатович инженер. Поэтому, занимаясь историей Помпей, исследовал ее именно со своей профессиональной точки зрения. Официально первооткрывателем города Помпей считается граф Аль-Кубиеры, который проводил на этом месте раскопки в середине 18 века. Но также известно, что за 150 лет до этого здесь же, на территории ныне раскопанных Помпей, прокладывал водовод Доминика Фонтана, известный архитектор, построивший собор Святого Петра в Ватикане. Водовод нужен был для работы мельниц местного порохового завода. Получается, что этот водовод строился в Помпеях, засыпанных пеплом, а слой пепла около 6 метров. Именно поэтому выдвигается версия, что Доминика Фонтана в конце 16 века работал в живом городе. То есть в городе, который не погиб за более чем тысячу лет до этого, а гибель которого была еще впереди. Прокладывал этот водовод, Доминика Фонтана никак не мог не обнаружить следы древнего города. Он должен был столкнуться либо с артефактами, либо со строениями. Но Доминика Фонтана ни словом в своих воспоминаниях не упоминает о том, что он что-то обнаружил. Историки говорят, что это связано с его забывчивостью. Хотя Доминика Фонтана был одним из передовых людей своего времени. И если бы он что-то такое обнаружил, вряд ли бы он забыл об этом написать в своих дневниках. В пользу сенсационной гипотезы о том, что погибли Помпеи не в 79 году, говорит еще один важный факт. Изучая конструкцию водовода, инженер Котович обратил внимание, что построен он явно с учетом интересов жителей. Проходит через весь город так, что не задевает каких-либо строений и не перегораживает дороги. Вероятно, если бы водовод сооружался в Помпеях, погребенных под пеплом Везувия, так виртуозно его провести было бы сложно. Да и зачем церемониться созданиями уже не действующего города? Представим себе ситуацию, что Доминика Фонтана строит свой водовод на глубине 6,5 метров. А именно такова глубина залегания раскопанного ныне города Помпеи под слоями вулканических отложений. Под этими вулканическими отложениями очень вредные ядовитые газы скапливались. И работать там без вентиляции было практически невозможно. Поэтому без колодцев было обойтись нельзя. И эти колодцы должны были быть как минимум в 6-метровой высоте. Но ни один из археологов, которые раскапывали Помпеи, таких колодцев не обнаружили. Более того, выясняется, что существует еще одно свидетельство ошибочного датирования гибели Помпей. Это стелла, расположенная в 15 километрах от Неаполя. На ней описаны извержения Везувия 16 декабря 1631 года и перечислены погибшие города, в том числе Помпеи и Геркуланум. Официально надписи на этом памятнике не рассматриваются историками как доказательство существования Помпей вплоть до 17 века. Но сторонники новых версий, отстаивая свою точку зрения, уверяют, что это еще одно опровержение информации о гибели Помпей в первом веке. Такое упоминание на такой стелле в 17 веке категорически противоречит традиционной версии истории. Потому что считается, что вот как Помпей в 79 году засыпал, так с тех пор о них 1700 лет никто не вспоминал. Таким образом, различные источники, наличие Помпей на средневековых картах, наличие упоминания Помпей в средневековых источниках и вот на этой стелле, которая находится на вилле фараона Манеллы, наводит на большие сомнения в том, что Помпеи погибли в 79 году. Перенос гибели Помпей с первого века на 17-й – это очень большой сдвиг. Но что удивительно, он четко попадает в один из трех временных сдвигов, которые обнаружены учеными Фоменко и Носовским из МГУ. Эти сдвиги имеют место и в истории Китая, и в истории Швеции, и Японии, и Египта. И это понятно. Все эти регионы, истории, они сцеплены друг с другом перекрестными ссылками, перекрестными хрониками. Невозможно поднять вверх события, допустим, Италии и ставить на месте события Швеции. Невозможно поднять вверх датировки событий Персии и ставить на месте события Индии. То же самое с Китаем и Японией. Поэтому подъем вверх этих событий за собой влечет смену дат и для практически всех сегодня известных нам регионов античности и средних веков. Это фрагмент глобальной хронологической карты, составленной учеными-математиками из Московского университета. Вот здесь отмечены извержения Везувия и гибель Помпей. Новая хронология позволила восстановить подлинную дату гибели Помпеи. Поскольку история Помпеи погружена в историю Рима, а история Рима сдвигается вверх в соответствии с новой хронологией, то обнаружилось, что подлинная датировка гибели Помпеи это на самом деле 1631 год нашей эры, первая половина 17 века. Этот огромный рулон длиной 10 метров без преувеличения уникальный документ. Таким его можно назвать только за то, что на его создание ушло не одно десятилетие. Это и есть глобальная хронологическая карта. Академик Анатолий Фоменко впервые согласился показать ее по телевидению. И вы первые, кто видит этот масштабный документ. Масштабный не только размерами, а в первую очередь своими притязаниями переверстать историю человечества. Вот здесь начало Древней Египет, где-то минус второй тысяч век до нашей эры. Идем, идем, идем. Давайте я покажу указкой. Идем, идем, идем по все времени. Вот мы подходим к началу нашей эры. Далее начинается история Рима. Здесь история Византии. Потом идет история папства. Затем средние века. Священная империя германской нации. И так далее, и так далее. Посмотрите внимательно. Здесь указано все, чем были наполнены многие века. Бесчисленные и часто меняющиеся правители. Причем не одной территории, а большого количества раздробленных регионов. Тут же все войны, сражения, катастрофы и многое другое. Верхняя строка – то, что отображено в официальной истории. Соответственно, официально признанная хронология событий. Затем эти события сдвигаются. На карте это уже вторая и третья строки. В соответствии с расчетами разработчиков новой хронологии. Невская битва, а также ледовое побоище. Это примерно 1240 год якобы по старой хронологии. По новой хронологии это событие действительно произошло. Но позже оно произошло где-то в конце 14-го, в начале 15-го века нашей эры. Сдвиг вверх примерно лет на 200. История существенно короче. Такой вывод делает Фоменко. Она начинается примерно в 11-м веке нашей эры, и события таких цивилизаций, как Древняя Греция, Древний Рим, Древний Китай, происходили позже, с 11-го по 16-й век. Отменяется полностью античная эпоха. То есть первого тысячелетия и того, что значится до нашей эры, не существовало. Вернее, эти периоды можно обозначить цифрами. Но то, чем они наполнены в учебниках истории, передвигается во второе тысячелетие. При этом определена периодичность глобальных сдвигов. Вот это вот первая хроника. Это оригинал. Начинается с 10-го века примерно до 17-го века нашей эры. Потом вторая хроника. Сдвинута относительно первой вниз во времени на 300 лет. Далее третья хроника. Сдвинута вниз примерно на 1000 лет. Вот она ушла в прошлое еще больше. Далее четвертая хроника. Сдвинута вниз примерно на 1800 лет. А теперь мы склеиваем все эти хроники. Вместе получается одна вот такая большая длинная хроника. То есть современный нам учебник древней истории. Глобальная хронологическая карта – это, по сути, новый календарь. Главным достижением его разработчики Фоменко и Носовский называют то, что удалось выявить фантомы и дубликаты одних и тех же событий. Ссылаются ученые и на анализ исторического материала по всему миру. Русскую историю нельзя вынуть из всемирной истории, отдельно поменять, а все остальное оставить без изменений. Так же, как и любую другую историю. И египетскую, и английскую, и французскую. Нельзя вынуть из истории человечества, поменять отдельно, а все остальное оставить в прежнем виде. Нет, это невозможно. Меняется вся история человечества, вся, всех стран. Какие есть основания доверять разработчикам новой хронологии? Пока ее можно рассматривать как версию, как возможный вариант. При этом, в попытках разобраться и детально исследовать этот вопрос, открываются удивительные сведения. И обнаруживаются, что такой, казалось бы, монолит, как история с летоисчислением и хронологией событий, подвижен, и колебания эти существенны. И мы не можем сказать с уверенностью, какой сейчас год. 2014-й. В этом большие сомнения. Крещение Руси. Событие, которое датируется сегодня якобы 10 веком. Это подлинное событие, но его датировка ошибочна. Оно произошло в более позднюю эпоху, а именно в конце 12 века нашей эры. В гласно представленной версии меняется и дата основания Киева. Она переносится с 5 века на 12-й. Об этом заявляет новая хронология. И эти сведения подтверждают исследования украинского ученого, археолога, историка Андрея Добролюбского. Он уверен, что официальная дата рождения украинской столицы ошибочно как минимум на 500 лет. Ну вот основание Киева, оно мифическое. Дело в том, что там археологический материал сфальсифицирован. Объясняю почему. Дело в том, что согласно легенде, Киев был основан известными, так сказать, князьями, как они называются, Киемщиком и Харивом, и их сестрой Лыпить. Правильно. Происходило это в незапамятные времена, но как решили историки в 5 веке. Да, еще 482-й год назвали. Тоже мне умники. Понимаете? Да. Кто это придумал? Придумали это относительно недавно. Зачем им это понадобилось? Нужно было отпраздновать 1500 лети Киева. Изобретается невероятное количество историй. Например, как Карл Великий избавил Сантьяго де Компостелло от ислама. Всех этих историй нет в учебниках. Но легенд огромное количество. Они разукрашены потрясающими подробностями. Они противоречат сами себе. Судя по всему, все это придумано в средние века. Так в чем же суть этой странной махинации? Зачем придумывались хроники и, наконец, кто за всем этим стоял? Хериберт Иллик называет инициаторов фальсификации. Я предполагаю, что немецкий король, император Аттон III и папа Сильвестр II договорились в 702 году н.э. перевести часы на 297 лет вперед. Пусть сейчас будет 999 год. В этом году папа Сильвестр взошел на престол. Немецкий исследователь несколько лет занимался изучением исторических свидетельств. К сенсационным выводам привел анализ многочисленных материалов. Иллик уверен, что правителям того времени было по силам замыслить и осуществить махинацию со временем. Это был редкий случай во времена Средневековья, когда восточный и западный император сотрудничали в каком-то вопросе. Потому что обе церкви находились в большой вражде. Это длилось практически до 20 века. По предположению Иллика, этим властителям нужна была своего рода национальная идея, чтобы сплотить народ. Но в первую очередь утихомирить его. Западная Европа была истощена постоянными грабежами. Сеньоры бунтовали. Авторитет власти был очень низок. Вот и придумали новую дату на календаре. Зачем все это? Согласно преданию, в 1000 году должно начаться мирное тысячелетие, в котором император будет наместником бога на земле. И начнется длительный период благополучия и благоденствия. В итоге такая национальная идея, которая должна была объединить и успокоить народ, привела к выдуманной великой истории. Но какие у Иллига есть доказательства своим сенсационным версиям? Как он определил, что были приписаны именно 297 лет? Ни больше, ни меньше. У меня сложилось впечатление, что все, что было до 1614 года, реальная история. Остались вещественные доказательства монеты императора Ираклия, например. Таких монет после 1614 года нет. Монетные дворы прекратили работу. Такое впечатление, что произошло что-то драматическое. Жизнь остановилась. С другой стороны, я ориентировался на норманов. Викинги пришли во Францию, вели переговоры с французским королем, и он отдает им область, которая сегодня называется Нормандия. Это произошло осенью 911 года. Я предложил взять 297 лет после августа 1614, до сентября 1911 года, и рассматривать этот период как выдуманный. Более того, Иллиг проанализировал историю этого периода в других частях света. Получалась примерно такая же ситуация, что и с временным провалом, обнаруженным у летописца Нестора. Века в официальном летоисчислении существуют, а известных событий нет. Либо они есть, описаны в учебниках истории, но у специалистов к ним масса вопросов. На юге России находилось Хазарское царство. Очень таинственная история. Возможно, оно возникло в V веке и существовало до X века. Сохранились арабские путевые заметки, где описано это государство, существовавшее почти пять столетий, в котором было две столицы. Все это могло бы стать богатой добычей для археологов, но они искали, искали и искали. Это таинственное царство, которое, возможно, было ответвлением иудейского царства, очень странная вещь. И то, что правителю пришлось выбирать между религиями, христианством, исламом, иудаизмом, и в конце концов выбрал еврейскую религию, это одна из самых загадочных историй в Европе. Получается, что существование Хазарского царства сомнительно. Единственное, что можно предположить, оно появляется в X веке на короткое время, а затем растворяется среди народов, которые передвигаются по этой территории между Черным и Каспийским морями. Возможно, с сегодняшней точки зрения это не так и важно. Было или нет Хазарское царство, но это дополнительно подтверждает версию немецкого историка о глобальной махинации, умышленно добавленных к календарю лишних веках. Позже оказалось, что эти 297 лет очень хорошо подтверждаются астрономическими явлениями, например, свидетельствами о затмениях Солнца и Луны. Но насколько точно можно определить даты с помощью затмений? Оказывается, что такой же метод изучения хронологии использует академик Анатолий Фоменко из МГУ. Мы берем старый текст, хронику, нетопись, оттуда мы извлекаем сведения о затмениях. Эти затмения, в общем-то, известны, они были исследованы многими учеными до нас, сделаны списки этих затмений, сделаны ссылки на тексты, где они описаны. Лунные и солнечные затмения до 17 века были определяющими при датировании. В старинных документах при описании событий, как правило, рассказывалось и о том, что в это время происходило на небе. Единственные мировые часы — это движение небесных тел. Есть периодическое движение Земли вокруг Солнца раз в год, движение других планет. Также есть кометы и астероиды. Также есть солнечные затмения, лунные затмения. Упоминания обо всех них встречаются в древних документах. Так что как только ты определишь эти точки отсчета, которые можно очень точно рассчитать с помощью компьютера, можно узнать некоторые исторические даты. Удивительно, но для того, чтобы начать вычислять дату по лунным либо солнечным затмениям, нужно обратиться к чуть ли не самым старинным историческим источникам. Вот, например, цитата из описаний знаменитого ученого древности Фукидида. Военачальники отдали приказ готовиться по сигналу всем к отплытию со стоянки. Когда все было готово и афиняне собирались отплыть, наступило лунное затмение. Тогда было полнолуние. Казалось бы, как можно использовать эту фразу современным ученым? Чем она полезна в их исследованиях? После того, как обнаружена такая или подобная фраза, берется книга с графиками лунных и солнечных затмений. Ищется, когда в определенный период времени происходило лунное затмение. Затем дата затмения подставляется под событие. Так в итоге устанавливается дата этого события. В современном мире о затмениях заговорили с новой силой в середине 20 века, после сенсационного заявления американца Роберта Ньютона, поднявшего дискуссию во всем научном мире. Астрофизик Ньютон занимался составлением расчетных таблиц для космических программ НАСА. Для этого он исследовал движение Луны. Вычисляя современные скорости Луны, Ньютон заодно изучил, как она двигалась в прошлые эпохи. И обнаружил удивительное. Планета, словно резиновый мячик, совершала резкие скачки. А чем дальше в прошлое, тем движение все более велико. При том, что в наше время Луна абсолютно спокойна. Ее ускорение близко к нулю. Что же происходило со спутником Земли около 20 веков назад? Роберт Ньютон не смог найти однозначного решения и лишь заявил, что существуют некие загадочные силы в системе Земля-Луна. Среди ученых началась большая дискуссия. Но ответ на этот вопрос так и не был найден. Ньютон, составляя график ускорения Луны, опирался на даты античных затмений, которые он взял из обычных книг по истории. Но, возможно, дело не в странном поведении Луны. С ней все в порядке, и никаких скачков она не совершала. А проблема в точности дат затмений. Российские исследователи Фоменко и Носовский из МГУ, выдвигая свои гипотезы об ошибках в летоисчислении, ссылаются на ученого Николая Морозова, который в начале 20 века высказал предположение, что официально признанные даты античных затмений часто неверны. И их необходимо сдвинуть ближе к нашему времени. Современные хронологи поставили новые даты Морозова в расчеты Ньютона, и загадочные скачки Луны исчезли. Ее ускорение невелико, как и сейчас. Но решение кажется слишком простым, учитывая, что после заявления Роберта Ньютона над этой задачей бился не один ученый. Затмения, сцепленные многими перекрестными ссылками, старыми текстами, другими событиями. Нельзя просто так поднять, скажем, вверх из 4 века до нашей эры, затмения, описанные Фукидидом в 12 век нашей эры. Возникла проблема, кто же прав? Астрономия, которая говорит, что надо эти даты смещать в эпохи близкие к нашему времени, или же таблицы, которые стали историками. Ну и к историческим документам, в том числе к древним летописям, у исследователей хронологии очень много вопросов. Так ли они достоверны? Можно ли полученные из них сведения брать за основу при датировке событий? Мое твердое убеждение, на котором я основываю все свои научные исследования, заключается в том, что необходимо перепроверить письменные исторические документы, верифицировать их с помощью этих новых археологических находок. Написать можно все, что угодно. А вот подтвердить реальными фактами сложнее. Любой археолог это скажет. Тогда что лежит в многочисленных архивах по всему миру? Ведь сохранилось огромное количество летописей. Они и есть главный источник для истории. Именно на основе информации, полученной из этих документов, писались учебники по древнему миру и средневековью. Почему они теперь вызывают сомнения? Им вообще не стоит доверять. Не надо к летописям относиться как к таким первоисточникам, которые дошли до нас в незамутненном виде. Мы смотрим сейчас на эту летопись. Внешне она представляет собой весьма старинный документ. По всем признакам, относящийся к определенному древнему периоду. Но изложена в ней не совсем правда. Более того, летопись могла переводиться с одного языка на другой. И в таком случае также возможно искажение смысла. Поэтому при написании своих книг про махинации со временем, историк из Германии Херри Бердилек делает ставку не на информацию, полученную из письменных источников, а в большей степени доверяет археологическим находкам. Для него они доказательства наличия тех или иных событий в истории. И пока складывается так, что у археологов недостаточно подтверждений тому, что изложено в официальной истории. А значит, нельзя исключать, что действительно возможны глобальные временные провалы, лишние века и даже тысячелетия. Я положил это правило в основу своих исследований. Я не сравниваю одно письменное свидетельство с другим. В документах всегда можно найти достаточное разночтение, несоответствие. Я спрашиваю археолога, можешь показать мне помещение, где был написан этот документ? Материальные свидетельства, подтверждающие написанное. «Илик» приходит к поразительному открытию. Архитектурных сооружений, описанных в хрониках о 7, 8, 9 веках, сейчас не существует. Ни храмов, ни монастырей. Неужели все до единого разрушены? Археологи не смогли найти ни единого камня, оставшегося от этих зданий. Они не могут даже показать место, где они стояли. Поэтому все так сложно и драматично, когда мы начинаем анализировать эти данные. Но самой сложной задачей для нас оказался Ахен. Там есть Ахенский собор, который считается дворцовой часовней Карла Великого. И там мне пришлось сильно постараться, чтобы доказать, что это сооружение никак не могло быть построено в 800-х годах. Когда я это сделал, пал последний бастион. Можно с уверенностью утверждать, что с точки зрения археологии империи Карла Великого не существовало. Херри Бертылик приводит еще массу доводов в пользу своей версии о приписанных 300-х годах. Среди них и история с куда-то исчезнувшими монашескими орденами. После большого перерыва, как раз примерно в 3 века, основываются ордена – францисканцы, доминиканцы, сервиты, августинцы. А искусство, которое, как правило, всегда остается в наследство от каждой эпохи, в этот период как будто бездействовало. Например, странной выглядит ситуация с мозаикой. Последние античные созданы в 7 веке в монастыре Святой Катерины на горе Синай. А следующие, венецианские мозаики, относятся к 1018 году. Что же в промежутке между 6 и 11 веком технику мозаики забыли? Это хороший повод сказать о проблемах традиционной хронологии, поскольку каким-то образом знания были потеряны или снизились во время темных веков. Это противоречит интуиции. Получается, что, к примеру, военные знания, которые были у разных народов, что, они просто потеряли их? Возможно ли это? Может быть, это просто ложная интерпретация средних веков и темных веков? Может быть, этого периода не существовало? Может быть, это просто наша ошибочная хронология? Флорин Диако посвятил не один год исследованиям истории средних веков на предмет возможных ошибок в летоисчислении. Результатом работы стала книга «Потерянное тысячелетие». Идея «Потерянного тысячелетия» в том, что есть сомнения в традиционной хронологии. Так ли все было, как говорят историки, или нет? Единственная проблема – можем ли мы интерпретировать события именно так, как они упоминаются в документах? Или же нам следует воспринимать их с должной долей сомнения? Красные сведения, в свою очередь, приводит историк из Германии Хериберт Иллинг. Он обнаружил уникальные материалы о королевских династиях в Польше и Швеции, которые подтверждают версию о том, что в истории существуют периоды без событий. Исследования показали, что в 18 веке, эпохе Просвещения, польский король пожелал узнать, какие из польских королей настоящие. Нужно было провести расследование. И результаты расследования показали, что всех королей до 920 года – а их было около десятка. Нужно вычеркнуть. Лишь с 920 года начинается официальная королевская династия. Кто был до этого, поляки сами не знают. То же самое в Швеции. Генеалогические списки начинаются с Карла VI. Возникает естественный вопрос – а где Карлы с I по V? И опять речь идет о таинственных веках – VII, VIII, IX. Но ученые из МГУ не столь категоричны, как немецкие исследователи. Они не исключают из российской истории правителей, а передвигают их на другое время. Ну, например, пришествие Рюрика, начало русской истории. Оно переносится с IX века на самое начало XIII. Противоречия и неясности, связанные с ранним средневековьем и последующим летоисчислением, выявляются при анализе многих документальных источников. И они подтверждают версию о сфальсифицированном времени. Все-таки ученые должны как-то разобраться в этом вопросе. Потому что количество уже, так сказать, накопленных информаций о всевозможных исторических ошибках, всевозможных хронологических перестановках таково, что уже не обращать на это внимания нельзя, мне кажется. Если теория Хериберта или Габерна о трех лишних веках, то возникает вопрос, как осуществили махинацию в масштабе континента? Посвященных было немало, но странно, что при этом никто не выдал тайну. А самое главное, как получилось, что жители того времени, когда произошла махинация, во все поверили? Ведь они, по сути, в один момент стали жить в другом временном периоде. Вчера был 614 год, сегодня 911. Как удалось немецкому императору Аттону Третьему и римскому папе Сильвестру Второму заморочить голову своим современникам? Выясняется, что все не так и сложно. Обычные люди, конечно, вообще ничего об этом не знали. Они не вели счет от Рождества Христова. Они говорили, пять лет назад при Старом Графе. Семь лет назад был страшный голод. Время измеряли такими масштабами, мелкими. Ученые, конечно, относились к этому несколько иначе. По мнению Херберта Иллега, средневековые фальсификаторы придумали хитрый трюк. Они воспользовались тем, что как раз происходил переход от одного летоисчисления к другому. По постановлению Первого Вселенского Собора, Дионисий Малый вычислил новые пасхалии. То есть составил ежегодный календарь празднования Пасхи. Тогда впервые была указана дата новой эры, 525 год от Рождества Христова. Потребовалось не одно столетие, чтобы этот счет лет стал в европейских странах общепринятым. К началу правления от Тона Третьего, летоисчисления от Рождества Христова, уже широко вошло в обиход. И все даты нужно было пересчитывать по новому. Император перехитрил современников. При переходе дат из старого летоисчисления в новое, он и прибавил эти лишние почти 300 лет. В итоге история растянулась. Но в большей степени она увеличилась после создания первой глобальной хронологии. Это произошло в 16 веке. Не исключается, что при этом осуществлялось исполнение политического заказа, которое вылилось, по сути, в мировой заговор. Были подтасованы все исторические факты. Я думаю, что вся античность в Ансифе, если уж на то пошло. Я так думаю. Ну, потому что она надумана. Она надумана таким образом, как это было удобно Скаллигер и его коллегам. Понимаете? Обвинения звучат в адрес Иосифа Скаллигера, основателя существующей хронологии. Именно по ней выстроена официальная история. Та, которая изложена в школьных и других учебниках. Проблема в том, что определенные исторические события, которые он использовал для датирования разнообразных исторических войн или коронаций, иногда расчеты в его время и до него не могли быть сделаны очень тонко. В конце 16 века Скаллигер составил таблицы, в которых описал всю мировую историю в датах. До него цельной хронологической картины не существовало. Он первый расположил исторические события на единой временной шкале. Конечно, это стало большим шагом вперед в систематизации истории. И это тот календарь, по которому мы живем до сих пор. Но оказывается, что еще с первых моментов его опубликования к этому календарю были предъявлены претензии. Например, Исаак Ньютон был одним из тех, кто серьезно нападал на его теорию. И он утверждал, что история Греции, к примеру, должна быть на 300 лет короче, чем принято считать. Скаллигер проделал сложную работу. Нужно было собрать огромное количество источников, касающихся датированных событий. Свести их воедино, сопоставить, выстроить. А период анализа огромный. С конца 16 века и до того момента, как появились хоть какие-то сведения о жизни людей на Земле. Проблема в том, что в Библии, которая была первым объектом исследования хронологов, в Библии есть разнообразные события, которые, как минимум, непросто представить. Определенные люди, которые жили 7 или 800 лет, или 900 лет. И эти вещи воспринимаются всерьез в определенной библейской хронологии, на которой основывается традиционная хронология. Никто никогда не видел никого, кто жил бы столь долгие жизни. Можем ли мы принять эти вещи всерьез? Флорин Диаку уверен, что календарь Скаллигера, по которому мы живем, нельзя назвать точным. Поскольку за основу были взяты недостаточные и запутанные сведения. Но главное обвинение, которое выдвигается в адрес Скаллигера, это исполнение политического заказа при создании глобальной хронологии. История всегда связана с политикой. Вот политические условия в то время были таковы, что была создана такая хронология. Это было время острого противостояния Западной Европе и Османской империи. Вся хронология была, сводилась к тому, чтобы Османская империя забыла свое прошлое. Забыла все достижения, как мы говорим, античного периода. То есть византийского периода. Это похоже на очень крупный заговор. По мнению исследователя, написание Скаллигером хронологии не случайно совпало с тем периодом времени, когда активно принижались заслуги Османской империи, наследницы Византии. И все военные победы, достижения светской культуры, скульптура, живопись были вычеркнуты из любых документальных источников и не внесены в хронологию Скаллигера. Византии остались только религиозные произведения. Сказали, что религия имела такое большое значение для византийского общества, что византийцы ни о чем другом не думали. Например, существует эротическая византийская литература. Но никакого эротического византийского искусства не может быть, нам говорят. Понимаете, например, существует византийский рыцарский роман. Но историки даже скажут нам, да вы что, в Византии рыцарей не было. Византийскую историю очень обеднили. Если согласиться с предположениями исследователя, то куда отнесли все достижения Византии? Повезло более ранним временам. Все хорошее, что было в Византии, приписали Древнему Египту, Древней Греции, Древнему Риму. Все богатство науки, искусство, все, чем сейчас в официальной истории славится античный период, было умышленно, ошибочно изложено Скаллигером в его трудах по хронологии. Был ли это социальный заказ или не был социальный заказ, я не знаю. Может быть, он так искренне и думал. Хотя не убежден, потому что если Скаллигер жил в то время, когда изготавливалось такое количество фальшивок античности, понимаете, когда античность фальсифицировалась даже не в вещах, а как эпоха, понимаете? Античности. Они же жили в античности. И мы не можем знать, так это было на самом деле или нет. Мы не можем точно знать. Потому что история невоспроизводима, мы не в состоянии туда поникнуть. Поэтому, возможно, Скаллигер было удобно отделить эту античность. Сделано это достаточно умело, надо заметить, да, и квалифицировано. И получилось. Верить в то, что в таких масштабах осуществлялась махинация. Как получилось, что все соглашались с измененным летоисчислением во всех частях света на всех материках? Но оказывается, что путаница со временем периодически была на всем протяжении существования человечества. Даже без специальных махинаций. А вполне законно приходилось одним странам подгонять свое летоисчисление под другие страны. Россия до Петра Первого жила не по тому календарю, что мы сейчас. Вела свое летоисчисление, не обращая внимания на другие страны и континенты. Петр съездил за границу, увидел, что там по-другому годы считают, вернулся и ввел изменения в России. Летом 7208-го, а кто сейчас знает, что такие годы были, Петр Первый равняет российское летоисчисление с европейским и предписывает вместо 1 января 7208-го года от сотворения мира считать 1 января 1700-го года от Рождества Иисуса Христа. Также было перенесено начало Нового года на 1 января. 1699-й был для России самым коротким – с сентября по декабрь, то есть 4 месяца. Наверняка еще долгое время люди путались в этих числах, и это вполне могло привести к возникновению погрешностей в исторических документах. Серьезная подвижка в летоисчислении произошла при смене юлианского календаря на григорианский. Старый оригинальный римский календарь, то Юлия Цезаря, был достаточно сложным и не очень уважаемым. Иногда люди у власти видят политическую выгоду, и они меняют дату, чтобы получить определенный политический выигрыш. Возможно, так и поступил, меняя календарь и приближая к тому, что сейчас Юлий Цезарь. Но этот календарь начал отставать, пока в какой-то момент не изменил его в 16 веке Григорий XVI, по совету своих математиков и астрономов. Также какую-то роль тут сыграл Иосиф Скаллигер, поскольку давайте не будем забывать, что всего год разделяет написание Скаллигером своей книги и изменение календаря. Григорианский календарь в разных странах вводился на протяжении более трех веков. В европейских странах начались изменения с конца 16 века, а в России Григорианская календарная реформа была проведена только в 1918 году, когда разница между старым и новым стилем уже составила 13 суток. Все эти изменения происходили официально, но во всех культурах еще и тайно меняли летоисчисления. Правители и церковники манипулировали временем, о чем знали только посвященные, ну а публично, если и озвучивалось, то в качестве прикрытия использовалось обращение к высшим силам. Все во имя Господа. Византийцы заменили 1014 год эры Селевкидов на 6508 год от сотворения мира. Христиане на Западе заменили 419 год эры мучеников на тысячный год от Рождества Христова, а иудеи 1014 год эры Селевкидов стали считать 4464 годом от сотворения мира. Византийцы тоже производили довольно странные расчеты времени. Как и иудеи, они вели счет с момента творения, но самое удивительное, что мы не знаем точно, когда были введены эти летоисчисления. Ни первое византийское, ни второе, ни иудейское. Все это происходило в это смутное время, которое было тщательно затушевано, и поверх которого были протянуты нити, на которые нанизали новые даты и события. И разобраться во всем этом довольно сложно. Христиане насаждали свое летоисчисление, распространяя его по всей Европе. И в конце концов, большинство стран на разных континентах, когда началась эра географических открытий и колониальных захватов, были вынуждены присоединиться. А научная мысль человечества в сущности является, на мой взгляд, европейской. Она стремилась эти системы каким-то образом унифицировать и подогнать под христианскую систему летоисчисления. Это, с научной точки зрения, мне представляется азумным. Потому что это единая база. И в сущности этого человечество и достигло. Потому что мы живем в единой сейчас системе летоисчисления. Не важно, она она или нет, но она нам удобна. Но и до сих пор существуют некоторые разночтения. В нескольких странах летоисчисление так и сохранилось историческое. Невзирая на европейскую цивилизованность, они свою историю соблюдают. Согласно иудаизму, сейчас идет 5770 год от сотворения мира. В исламе 1388 год хиджеры. По буддийскому календарю сейчас 2551 год эры Нирвана. И православная церковь так до сих пор и не перешла на новый стиль. Используется юлианский календарь. Однако хронология Скаллигера выжила. Не без потерь. Определенные вещи были изменены, но не многие. И сегодня традиционные историки размышляют над этим. И все, что не сходится, они попросту отбрасывают. Так что же получается? Летописи не служат стопроцентным подтверждением того или иного события. А анализ археологических находок зависит во многом от субъективной интерпретации самих археологов. Знаете специфика археологии? Я хочу сказать, а скопать это значит разрушить. Все. Ты не поверишь. Все находится на твоей ответственности. Более того, сторонники новой хронологии утверждают, что всем официально признанным методам датирования доверять нельзя. Но не слишком ли категоричное заявление? Неужели современная наука не научилась с большой степенью точности определять исторические даты? Наиболее распространенный и популярный метод во всем мире это радиоуглеродный. В середине прошлого века его изобрел физик-химик Уиллард Либби. И это была сенсация в мире науки. Наконец-то достоверно можно было установить возраст археологических находок. Дерево умерло и попало в землю. Нового уиллерода в нее, в этот образец, не поступает. А тот, который был, начнет распадаться. Его количество уменьшается со временем. И измерив сегодня количество радиоуглеродного образца, который мы исследуем, сравним его с некой нормой. Можно сказать, сколько лет прошло с того времени, когда образец попал в землю. Такое исследование археологических находок позволяет датировать старые книги, пергамент, мумии, старые ткани. В общем, все, что найдено и изъято из земли. Вычислив возраст находок, его можно соотнести с событиями и, соответственно, эти события датировать. То есть определить, когда они происходили. Когда мы находим даты, скажем, для мумии, которые мы извлекли из захоронения в Египте, мы получаем сведения о том, когда жили там те длинные фароны и правители. Но сенсация почти сразу же значительно потускнела, поскольку в результатах исследований по новому методу начали выявляться разные несостыковки. И их увидел сам Либби. Он определил возраст нескольких мумий из музеев древнеегипетской истории. Сравнил свои даты с теми, что приписаны этим же мумиям в учебниках. Разброс во времени оказался очень большим. Несколько тысяч лет. Возникла непосредственно проблема, был некий шок, как говорит сам Либби. И они хотели найти выход. Он и археолог, которые занимались этими исследованиями. Выход был найден следующим. Было сказано, что эти мумии, которые получили по методу Либби совсем другую датировку, это подлоги, которые были подложены в старинное захоронение или в музее в более поздние эпохи. Так был найден выход. Но выход на самом деле странный, потому что эти мумии ничем по самооформлению, по их истории предварительной, от мумий якобы более других не отличались. Тут же появляются другого рода сенсации, опровергающие точность метода Либби. Научные издания пестрят вот такими парадоксальными результатами. Живых моллюсков датировали, используя радиоуглеродный метод. Анализ показал их возраст. 2300 лет. Ошибка в 2300 лет. Проведено исследование органического материала из строительного раствора английского замка, построенного 738 лет назад. Датирование по новому методу дало возраст 7370 лет. Ошибка в 6500 лет. Мумифицированные трупы тюленей, умершие 30 лет тому назад, имеют возраст 4600 лет. Ошибка в 4500 лет. Получается, что основной современный метод датирования, который в том числе определяет хронологию событий, дает серьезный сбой. Он не может на 100% подтвердить или опровергнуть ту или иную дату в истории. Это некая подгонка, это некий порочный круг. Получается, что этот метод выступает не как обеткинный независимый способ, а как некий адвокат в пользу уже заранее принятой схемы дат, взятой из учебника по истории. Так и случилось, когда проводились исследования Туринской площадицы. Ведь осуществлялись они радиоуглеродным методом. И даты, полученные в трех разных лабораториях, это лишь варианты. А как на самом деле? По-прежнему большой вопрос. Поэтому до сих пор сомнительны официальные сведения о дате рождения Иисуса Христа и точке отсчета существующего календаря. Иисус является, конечно, важной религиозной фигурой, важной культурной фигурой. Но с точки зрения хронологии, это достаточно слабая фигура, поскольку все, что мы о нем знаем, покрыто легендой. Вещи в Библии, вещи в других письменах касаются него. И мы не знаем, сколько люди добавили из своего воображения и своих фантазий о жизни Иисуса. Даже существовал ли он вообще? Потому что есть теологи, которые сомневаются, что он вообще существовал. А по-настоящему его персонаж был последствием каких-то ранних религий. Религий, рожденных в Египте. Раньше, чем христианская религия. Традиционными методами нельзя перепроверить даты, то и хронология Скаллигера останется даже не главенствующей, а единственно официально признанной. Возможен вариант, что новая хронология потеснит календарь Скаллигера. Но в такое пока не верят даже сторонники альтернативного варианта летоисчисления. Существует культурное неприятие. В чем оно вражается? Дело в том, что мы привыкли, и все наше общество привыкло всего лишь к тому, что Цезарь, Сципион, я не знаю, Сула, Аристотель, они существовали тогда. Мы привыкли. Это написано во всех книгах. Если произойдет такая катастрофа, что античность переместится в Средневековье или в эпоху Возрождения, то это будет, я не знаю, это будет просто коллапс в культурном сознании человечества. Ссылаясь на махинации, проделанные Скаллигером с хронологией, ученые говорят о том, что теперь понятно, почему в истории отмечается неравномерное накопление научных знаний. В античные времена наука достигла высокого уровня, а в средние века словно эти знания были забыты. Во всяком случае, ими не пользовались, а затем в эпоху Ренессанса всплеск и открытий и достижений. Все дело, уверен историк искусства Александр Жабинский, в фальсификации истории, которая издвинула события из одной эпохи в другую. Периодически по всему миру поднимаются вопросы о несостыковках в датировании произведений искусства. Особенно это касается дорогостоящих шедевров. Начало двухтысячных. Историки искусства и руководители музеев всего мира отчаянно спорят по поводу исследований Дэвида Хокни. Это один из влиятельнейших художников современности. Несколько лет посвятил тому, что пытался раскрыть секреты старых мастеров-живописцев. Итогом работы стала книга «Полная сенсаций». Дело в том, что Хокни пришел к выводу, что с 15 века художники использовали технические средства, оптические приспособления. И этим вызван натурализм их изображения. Вот в эпоху Возрождения, эпоху Барокко. Зеркала, линзы, проекторы. Вся эта оптика была в помощь художникам. И Хокни указывает признаки, по которым можно выяснить, использовал ли мастер в своей работе специальные оптические приспособления. Но что самое главное, по этим самым признакам можно определить, когда создавалось то или иное произведение. Особенно это касается тех картин, вокруг которых по этому поводу возникают споры. Дэвид Хокни распределил многие полотна, как он посчитал, уже по точным датам. Возникает вопрос, куда бы он разместил фаюмские портреты, древнеегипетские, помпийские росписи, римский портрет на стекле 3 века. Потому что все эти произведения следовало бы поместить в эту оптическую эпоху, то есть после 15 века. Или признать, что оптическая эпоха уже существовала в античные времена, и в античное время, в эллинистический период, была изобретена камера обскура. Многие произведения искусства, живописи, скульптуры и архитектуры, видимо следует передатировать. Сторонников новой хронологии многие ученые обвиняют в подгонке исторического материала под свою теорию. Те же, в свою очередь, предлагают одно доказательство за другим, совмещая различные методы исследования, математический, астрономический и даже астрологический. Последний метод, а он представляет собой изучение зодиаков, дает наиболее точные даты. Так утверждают разработчики новой хронологии. Но действительно ли он верен? Или это лишь очередная версия? В нашего дня дошло довольно много старых изображений. В камне, на фресках, на картинах, на старых гравюрах, где показано расположение планет по тем иным созвездиям зодиака. Дендерский зодиак, или его еще называют зодиак Осириса, по имени бога Возрождения в древнеегипетской мифологии, считается, что он является астрономическим посланием жрецов. Оставлено это своеобразное сообщение на потолке одной из капелл храма Хатхор в египетском городе Дендер. Обнаружен круглый зодиак европейцами в конце 18 века, во время наполеоновской экспедиции, и позже вывезен в Париж. Сейчас оригинал находится в Лувре, а в храм Хатхор помещена копия. По мнению различных исследователей, в зодиаке зашифрованы знания о Вселенной, циклических процессах планеты Земля, периодичности повторения глобальных катастроф. Но в первую очередь это астрономическая карта, Солнечная система вместе с Солнцем, Землей, Луной. Символикой показаны семь планет и созвездия. Люди, которые создавали этот зодиак, считаются, что он создан в моком прошлом, в эпоху античного древнего Египта, задолго до нашей эры. Они записали дату этого события с помощью небесных часов, это небесный календарь. Тогда не было часов, но был замечательный способ записывать даты, для того, чтобы движение планет по зодиаку регулярно. И когда вы сообщаете, каких в своей расположенной планеты, вы сам называете дату почти однозначно. Зодиак Осириса исследовало огромное количество ученых, и археологи, и астрономы. Сначала было решено, что время его создания еще в глубокой древности, до нашей эры. Затем астрономы выдвинули версию, что зодиак, скорее всего, датируется примерно началом нашей эры, первым-вторым веком. И при этом заявили, что расположение планет – это лишь фантазия художника. А это значит, датировать зодиак по тому, что и как расположено на астрономической карте, нельзя. Сам по себе факт, заметьте, поразительный, поскольку если бы художник изображал планеты из головы, расплавив их как-то хаотично, то, как известно из небесной механики, из астрономии, такого расплавления планет вообще не нашлось бы на небе. Раз бы он нашлось, то показывает, что художник понимал, что он рисует, что рисует инопланеты по зодиаку. Но решение оказалось отнюдь не в глубоком прошлом и не в первом-втором веках нашей эры, а в нас, в самом веке нашей эры, точное решение – 1185 год нашей эры. Академик Фоменко пришел к такому выводу, расширив интервал времени для определения данной. Он не ограничивался первыми веками нашей эры, а рассматривал период до 19-го столетия. И его вывод о том, что зодиак из храма египетской Дендеры создан совсем не в древности, а ближе к нам, в 12-м веке, можно рассматривать лишь как гипотезу. Тем не менее, это дополнительно подтверждает, что вопросов к существующей хронологии и в целом к летоисчислению все больше и больше. Можно, как теперь известно, изменить время и даже, возможно, вычеркнуть целый период. Но это вполне возможно. Власти мужчины на это способны. В таком случае нет ничего удивительного в том, что, возможно, предметы искусства, многие шедевры созданы на самом деле в другое время, чем нам известно. Знаменитая скульптура «Пергамский алтарь». Изображена битва богов с гигантами. Создана скульптура по официальной версии до нашей эры. Это гигантское произведение искусствоведы причисляют к шедеврам и даже к чудесам света. При этом в сохранившихся источниках античности о нем найдется единственное упоминание и более никаких доказательств того, что скульптура создана более двух тысячелетий назад. Но поразительно то, что на скульптуре, как заявляет Александр Жабинский, обнаруживается нечто похожее на огнестрельное оружие. На пергамском алтаре есть рельефы, где фигуры изображены вот с такими, ну, бомбардами, что ли, в руках. Говорят, ну, нам искусствоведы говорят, что это, видимо, факелы, вот. Но устройство вот этих факелов, оно совершенно однозначно говорит, что это скорее огнестрельное оружие. Это значит, что тот же пергамский алтарь, который сейчас считается памятником эллинистического искусства, относит, значит, к векам до нашей эры, был создан гораздо позже, когда действительно появилось огнестрельное оружие, то есть позже 14 века. Нации со временем. Получается, происходили всю историю человечества. Не всегда по злому умыслу. Да и выгоды от этого тоже почти не было. Нашу современность, ее историю, хронологию событий будет гораздо сложнее подделать потомкам. Им останется огромное количество источников. Но, однако, проблема интерпретации и сделанных отсюда выводов останется. Не всем современным документам, как и летописям прошлого, можно доверять на 100%. Берем газету, там написано, значит, произошел очередной съезд Коммунистической партии Советского Союза. На нем с пламенной речью, значит, выступил товарищ Леонид Ильич Брежнев, который призвал советский народ к трудовым, значит, очередным свершениями. Весь советский народ, как один человек, значит, немедленно, значит, приступил, и она оцветает, и все такое прочее. Это правильно? Да. Так, источник правильно? Правильно. Думага, понятно, все написано, все написано, все. Какие претензии? Если представить, что это изучает историк будущего, то он и будет ссылаться на сведения, полученные из официального источника. Конечно, он может изучить и другие источники более позднего периода, в которых описаны события ближе к правде, о том, что не так уж и расцветает страна. А если проигнорирует дополнительные свидетельства? И когда мы изучаем эпоху, Боже, какая цветущая эпоха, как здорово, как классно, понимаете? То же самое я тебе вам сказал, хочу сказать о повести «Временный хлеб». Значит, я, у меня здесь всего лишь общие соображения. Не заключается в том, что поскольку повесть временных лет писалась во времена упадка Киева, то, по-видимому, она была примерно чем-то аналогична подобной газете «Правда». Недавно появилась информация, что сфальсифицирована история Великой Китайской стены. Ее называют новоделом 20 века, сооруженный при Мао Цзэдуне. Нужен был символ величия Китая. Вот и принялись строить. И это оправданное мнение. Знаете почему? Потому что это реконструкция. Но на самом деле эти оборонительные валы, они строили совсем не таким образом. Вот. Это были, скажем, каменные валы с опалубками. Вот. На опалубках, значит, воздвигались соответствующие вышки. Вот. И их была не одна. Это была целая серия оборонительных укреплений. Потому что кочевой напор с себя в данном случае, он шел безостановочный. Сторонники этой гипотезы также утверждают, что настоящая Великая Китайская стена, та, которая строилась действительно в оборонительных целях, а не для красоты и величия, все же есть. И находится она недалеко от всем известной. Попадите, конечно, на Китайскую стену, не забудьте взять хороший бинокль. И с этой стены посмотреть в сторону Монгольских степей. И через этот бинокль вы увидите настоящую Китайскую стену, от которой осталась только... Ну, стена, собственно, саморазрушена, там полоска осталась, она глинобитная была, и оплывшая башня. Но оказывается, что есть еще одна версия о времени постройки Китайской стены. Причем той, что посещают сейчас туристы. Не исключено, что возвели ее гораздо позже, на несколько веков. И в качестве доказательства приводится ее оборонительная способность. И она не против стрел и копий. Тут толщина 3 метра не нужна, а для защиты от огнестрельных орудий. А пушки появились не ранее 15 века. Великая Китайская стена, в холлоге Скальгера, датируется не ранее 3 века нашей эры, якобы это древнейшее сооружение, созданное Великим Китаем в эпоху обучающей древности для защиты Китая от орд, которые нападали на эту страну. Однако, новохронология показывает, что это серьезная ошибка, что в действительности Великая Китайская стена была возведена не ранее 17 века нашей эры. Но что же получается в итоге после всех возможных сдвигов, если события из до нашей эры и первого тысячелетия встанут с 10 по 17 век? Как они смогут разместиться? Во-первых, возвращаемые на свое место старые документы, заполняют так называемые темные века Седневековья. То есть там якобы событий было мало. И эти темные века освещаются более ярким светом. Это эффект первый. Эффект второй. События совмещаются, поэтому декрет наложения старых роликов. Поэтому учебность Каллигера сокращается существенно во времени. Москва в таком виде построена в 16 веке, еще во второй половине. И никакой Москвы здесь в Луфина-Куликовской битве не было. Это было поле. Вот, пожалуйста, вам два слоя. Значит, и один слой мешает второму, потому что слой, который говорит о том, что здесь город Москвы построен, он мешает слой, который говорит о том, что здесь Куликовская битва была. В результате Куликовскую битву на бумаге перенесли в Тульскую область. Хотя все показывают на Москву. Если века с 11 по 16 утрамбовываются событиями первого тысячелетия, то что останется на его месте? Пустота? Ну, несомненно, люди жили. Несомненно, люди жили. И после них оставались какие-то материальные памятники. Понимаете? Но как их датировать? Это очень сложный вопрос. Понимаете? Когда находят отпечатки человеческих ног на породах, которым сотни миллионов лет, в этом тоже нет ничего удивительного. Потому что вполне возможно на Земле и до нашей цивилизации существовали. Если действительно отбросить эти многие, как утверждается, фальшивые века, то мы живем не в 21 веке, а примерно веке в 10-11. Но насколько существенно это сейчас? Отражаются ли махинации со временем на нашей современной жизни? И насколько важны для будущего? Мы знаем сегодня многочисленные споры территориальные между разными государствами. Обычно главным аргументом этих споров служит ссылка на хронологию. Мы жили здесь раньше вас, поэтому отдайте нам эти территории. Очевидно, что в основе этого спора лежат даты, лежат числа, лежит хронология. Изменение хронологии снимает большинство таких споров. Грандиозная фальсификация стала причиной нумерологической путаницы и привела к огромному временному провалу в истории. Но новая хронология пока остается альтернативным, официально непризнанным вариантом летоисчисления. Субтитры создавал DimaTorzok